Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкоршоу, и сегодня мы будем раскрывать разные секретики в игре Hello Neighbor Alpha 2. Короче говоря, сегодня мы с соседом бодаться сильно не будем, мы от него, скажем так, быстренько уйдем с помощью новых наших суперспособностей. Короче говоря, мы, наш герой, точнее, становится супергероем, и с помощью консольной команды он учится летать. Вот мы научились летать. Короче говоря, разработчики позаботились о том, чтобы здесь была консолька, и там были различные клевые командочки. С помощью них мы сделаем несколько дел. Первое, мы посмотрим на нашего персонажа со стороны. Второе, мы посмотрим полную версию подвала. Да-да, она здесь есть, реально целая версия подвала, вот как он должен быть. Не знаю, насколько он заполнен, там не заполнен, но это мы с вами увидим. Осталось только его найти, потому что он может быть где-то на самом деле в другой стороне, как дом соседа в предыдущей части, в Альфа-1, да, где-нибудь запрятан в стороночке. И третье, мы посмотрим на секретную разработку в Hello Neighbor, какой-то секретный полигон, где разрабатывают всякие ловушки соседа и оттачивают мастерство. Но давайте же, давайте же шражу перейдем к делу. Короче говоря, помимо полета нам потребуется режим приведения. Гост. Отлично, все, ввели мы команды. Я под собой, кстати, вожу вот, сейчас, вот, консолька, да, появляется. О, я могу здесь, кстати, вводить. Вот, собственно, команда, да, я уже тут поэкспериментировал сверху. Последнее то, что я вводил, флай для полета и гост для призрачного режима. Вызывается консолька тильдой, все по стандарту. Короче говоря, мы вот так вот сюда сейчас заходим. Сразу мы берем фонарик. Нам фонарик пригодится. Хорошо. И теперь где-то под крыльцом надо нырнуть под землю. Опа-на. А здесь дверь. Нифига себе. Вот так вот и узнаем. Вот. Вот. Вот мы все и нашли. Смотрите. Короче, а подвала тут, кстати говоря, и нет. Вон соседушка. Можем подглядывать за соседом снизу, смотреть, чем он занимается, в принципе, да, вообще по жизни. Что он делает. Тут какие-то двери почему-то. А, вот эта вот секретная дверь наша, она, видимо, сюда открывается, когда мы открываем эту хрень. Это дверь в подвал. Такой почему-то она как-то в стороне. Так, давайте же посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь есть сосед. Это просто моделька соседа. Абсолютно не страшная. Мы можем посмотреть ему прямо в голову. Увидеть его глазные яблоки. Посмотреть, что у него внутри. Проникнуть, так сказать, в его мозг. Проникнуть в него самого. Так, а где мы? А вот и наш персонаж. Вот, кстати, ключ какой-то. Ну-ка, можем его взять? Нет, взять его не можем. Тачка наша. Вот он ее закопал, видимо, под землю. А вот и наш персонаж. Смотрите, это точно. Вот, как я говорил в начале предыдущей серии, да, что мы за какого-то абрегана-бомжа играем, который вломился вероломно в дом. И, собственно, этот персонаж, в принципе, похож на такого пацана, который просто скиталец, просто катается на машине и врывается в чужие дома. Собственно, это он и есть. Да? Ну да, вот. Все вроде по ногам похоже. По рукам тоже. У него часики были. Только, единственное, у меня рукава... А, все, на правой руке у него рукав расправлен, а на левой руке у него рукав закатан. Окей. Так, теперь нам осталось найти подвал. Ну вот, скорее всего, это вот так. Подожди. Вот тут у нас чего? Ух ты, а смотрите, тут у нас прудик. Вроде какая-то будочка, ух, нифига себе. Ну-ка, и что тут? А тут нифига. Вот это, кстати, будка похожа на ту, которая у него стоит на заднем дворе. Блин, на самом деле, надо будет еще по домам по чужим полетать, посмотреть. Может быть, что-то есть, еще секрет найдем. Давайте посмотрим. Под водой даже дно есть. Нифига себе. Так, а это, короче, у нас не подвал. А вот что пикает? А где подвал? Я думаю, что... Это кусок с... С... С озером. Машинка. Опа. А что за машина? А вот и наша машина! Вот! Нет. Давайте в нее заберемся, сядем. Короче говоря, так, нам сейчас надо срочно искать подвал. Я не понимаю. Я не понимаю, где у нас подвал. Видимо, нам надо пройти через ту дверь, и мы телепортнемся, но... Немножко непонятно, где же подвал. Возможно, нам придется вскрыть эту дверь, чтобы нормально попасть в подвал. Так, он спит. Спит. Хорошо. И что произошло? Где мы оказались? Вот это магия. Вы представляете? Мы были под землей, ничего не видели, но пройдя через дверь, мы попали в подвал. И посмотрите, какой он огромный. Нам дали только вот этот вот кусочек, вот до суда. И все-таки, да, он тут. Офигеть! Сейчас мы будем исследовать. Так, давайте же по-честному пойдем сейчас. Так. Короче говоря, если мы подходим к этой двери, то у нас все заканчивается, поэтому мы попробуем ее обойти. Я надеюсь, у нас сейчас не закончится игра, если мы зайдем сюда. Опа-на. Врубаем режим Гост. Врубаем режим Волк. Так, все? Ага, все, выключено. Короче говоря, давайте смотреть, что у нас здесь. У нас здесь кривые коридоры. Так, ниже даже пока спускаться не будем. Тут у нас яма, видимо, какая-то ловушка. И здесь у нас еще одна ловушка. Возможно, здесь будут шипы. Офигеть. Так, фотография Ворона, фотография Ворона, фотография целующихся мужиков. Обязательно должна быть. Так, короче, эта дверь у нас из ролика. Сейчас мы к ней подойдем. Ну, тут даже есть эти штуки. Может, что-нибудь внутри? Да, вряд ли. Короче, наполнение здесь вряд ли будет, поэтому, собственно, заморачиваться мы не будем. Но что же здесь будет происходить? Так, мы пошли туда. Все нормально. Здесь мы, когда проникаем в подвал, сосед начинает неистово за нами гнаться. Неистово за нами гонится, и у нас прям тут будет полный напряг. Здесь нужно найти правильный ключ. Давайте попробуем. Нет. Короче говоря, а может быть, кстати, ни один ключ не подойдет сейчас. Да, вы смотрите, ни один ключ не подходит. Я понял. Врубаем режим ГОСТ. Тихо. Да тихо ты. И проходим через дверь. ГОСТ, кстати, режим полета сразу включает автоматически. Здесь мы можем повернуть направо. И видим какую-то дверь с генератором. Генератор мы, скорее всего... О, включить мы можем. Но здесь, походу, нет питания. Походу, нет питания. Давайте пройдем просто так, посмотрим, что за этой дверью спуск вниз. Там тоже был спуск вниз. Мне интересно, они как-то соединяются? Так. Да хватит пикать. Вот я не понимаю, что пикает. Сначала я думал, что это камеры, которые поставил сосед, потому что в прошлой версии были камеры. Но в этой версии что-то камеры я, в принципе, не... Ой, даже телек есть. И даже что-то показывают. Колоночка. Хорошо. Офигеть. Да тут заблудиться можно. Так, интересно, дверь откроется? Ага, хренаны. Но мы можем сюда заглянуть. А, стопэ. Это мы отсюда пришли. Все понятно. Так, мы повернули туда, давайте. Потом вывернули сюда. Блин, да. Вот тут бегать от соседа, это вообще адская жесть. А, все, я понял. Здесь мы поднимаем сюда, но давайте же мы пройдем туда вот. И спустимся вниз. Посмотрим, что у нас дальше. Здесь кровать соседа, она подперта книжками, чтобы не упасть. Чего он у таких высоких спит? Насколько я знаю, в принципе, в ролике вроде бы главный герой, когда в этом трейлере, в Hello Neighbor Alpha 2, герой прибегал вроде бы вот в такую комнату. И, собственно, за этой дверью все заканчивалось. Ну что, узнаем тайну закрытой двери? Может, я ошибаюсь? Может быть, сейчас там будет просто обычная комната? Ну да. Да, это конец. Может быть, здесь ничего нету? Хрен его знает. Но, может быть, это пока. Собственно, на этой двери все и заканчивается. Так, а бегать можно во время ГАСТа? Да, можно. Чуть-чуть он ускоряется. Здесь у нас еще одни ворота. Другие, да? Это другие. Он не работает. Короче, электричество в этом подвале. Нет питания, поэтому все в свечах. Видимо, нам надо было заранее позаботиться о том, чтобы врубить электричество. Это, собственно, генератор на заднем дворе. Потому что мы с ним ничего не делали. И, скорее всего, он нам и даст питание сюда. Здесь он жжет что-то. Ну-ка. Огонь нам дамаги не наносит. Но я не знаю, потому что это мой ГОСТ или потому что он пока безвреден. Так, ну отсюда мы пришли. В принципе, в принципе, ничего сложного. Мы вроде бы все обошли, да, получается. Но. Так, тут мы были. Но тут ничего интересного нет. Собственно, вот такой вот огромный лабиринт будет. Скорее всего, он еще будет меняться, потому что разработчики активно работают над улучшениями, над изменениями игры. Я не знаю, зачем они такую пасхалочку оставили. Собственно, целый подвал. Но я думаю, это неспроста. Это неспроста. Да, неспецом это сделали. Так, это что? Ага, это здесь. Это так. Вот. Теперь давайте мы попробуем вынырнуть наверх и посмотрим, где мы окажемся. Это раз. Так, мы уже почти подошли к верхушке. И мы оказываемся в полном небытие. Ох, вот вы как глубоко его запихнули-то, а! Нифига себе! Вот это да! Так, это уже дом соседа. Там у нас, значит, прудик. Там у нас прудик. Что еще интересного мы снизу здесь можем рассмотреть? Ну, я вроде ничего такого не вижу интересного. Давайте мы немножко взлетим, а потом отправимся на тот самый, на ту самую секретную базу, которую от нашего взгляда скрывают. Я на самом деле не знаю, можно ли до нее добраться естественным способом, потому что здесь есть специальная команда телепорта в это место. Так, у нас там дома за пределами, там вообще дома где-то летают в космосе. Территория у нас тут небольшая. Да? Блин, туманненько, нифига не видно. Короче, похожих домов здесь вроде бы нет секретных, получается, да? Они от этого избавились. Так, машинка наша. Хорошо. Хорошо, ну что ж, настало время отправляться. Все, делаем мы это следующая команда. Я сейчас скрою вот так вот, чтобы вам видно было, если что. Делаем мы open. Open. Neighbor. Neighbor 3. Пошла за... Ох, мы квитнулись. Да ладно, подожди, стой. Enter. А почему мы квитнулись open? Я нажал и все. Офигеть. Так, нам нужно сейчас гост. Все, мы летаем. Мы берем сейчас фонарик. Кстати говоря, мы можем посмотреть, что в машине. Есть? Не, нифига нет, но внутренности проработаны. Так, открываем. Забираем фонарик. Вылетаем отсюда. И теперь целиком пишем. Так, открываем так, консольку. Open. Neighbor. Neighbor, нижнее подчеркивание, 3. В путь. Фонарик у нас, кстати говоря, отобрали. У нас отобрали фонарик, у нас отобрали возможность летать. Сейчас я верну ее нам. Так, а без фонарика тут жесть. Собственно, мне об этом писали. Подожди. Вот же он. Подожди, 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 подожди. Я же... В смысле? В смысле? Он здесь? Блин, мне срочно... Вот фонарик же лежит. Ну? Вот чем его скрывает? Может быть... Так. Короче говоря, вы посмотрите, какой огромный дом. Охренеть. Это просто... Это нереальные размеры. Здесь, походу, куча генераторов. Вон провода идут из окон в окна. Здесь ночь. Блин, вот это домина, а! И там очень темно. Блин, ладно, давайте мы сейчас начнем сверху, наверное. Блин, там же был фонарик. О, отлично. Сейчас мы сможем все это рассмотреть. Это что, забудка? Ну-ка. Блин, без фонаря здесь делать нечего. Hide here. Ага. Hide here. Ха-ха-ха. Есть. Есть. Тут есть телефон. Тут есть фонарик. Здесь есть фон, как мы ее, кстати, возьмем. На всякий случай. Здесь есть камера. Камера наблюдения. Ну-ка. Интересно, а что с ней можно... Это что? Здесь у нас выключатель. Мы что-то выключили. Или включили? Так, камера наблюдения можно поставить? Опа-на. Тут даже сосед бродит. Прикиньте. А фонарик у нас криво работает. Он светит сам на себя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Блин. А как так-то? Ну-ка сейчас. Open. Level 1. У нас при телепорте отнимают все, да? Да, у нас при телепорте все отнимают. Так, гост. Я не понимаю. Вот здесь вот я вижу тоже фонарик. Во! Я же говорю, он здесь. Он под ков... Он под ковром спрятал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Опа-на. Ну, здорово. Нифига, ты меня чуть не поймал. Даже в режиме призрака. Вот этот и ловкий пацан. Тихо-тихо-тихо. Подожди. Давай, дай мне смотреться. Так, это у нас главный вход, да, получается? Это у нас главный вход. Ух ты! Да ладно, ты меня преследовать будешь? Иди ты к черту. Подожди, это что? О, цветочки. Так, это у нас кухня. Это у нас кухня. Здесь мы нового ничего не видим. Здесь левитирующие предметы. Здесь есть холодильник. Ну-ка. Холодильник открыть нельзя. Здесь есть мусор. Это что? Это кресло. Так, котик. В пейзаже какой-то. Так, здесь у нас тупик. Ну, это полностью... Полностью какой-то under construction дом. Ух ты, лестница наверх. Я... Я не знаю, сможем ли мы здесь изучить все. Это не дернуть. У нас сегодня 12 такой месяц, хрен его знает. Сосед у нас здесь спит. Мимо кровати немножко попал он, правда. С ним ничего нельзя сделать. Ну-ка. А, здесь даже подобрать ничего нельзя. О, можно. Ну-ка. Эй, сонный, лови. Нет? Не хочет. Так, здесь, значит, можно залезть вот сюда. Ой-ой-ой. Темно и страшно. Сейчас что-нибудь, как скрима какой-нибудь выскочит, а? Офигеть. Это он реально таким темным будет? То есть, ладно, он без текстур сейчас. О, фейерверки. Е-ей. Пиу-пиу-пиу. Давай. Фейерверки. С фейерверками, кстати говоря, мы с вами в следующей серии произвлекаемся, когда будем смотреть различные способы прохождения. Так, радио. Столик. Различные способы, возможности подания в подвал, да? Потому что здесь это точно не одна возможность. Мне уже написали как минимум одну, один вариант, как можно туда пробраться. Вот. То есть, абсолютно разные подходы. А, даже два варианта. Да, даже два варианта. Вот, собственно. И там мы будем использовать и пилюли снотворные, и... Ага. И фейерверки, и наш пистолет, нашу пушку. Вообще жесть какая-то в этом доме творится. Вы посмотрите. Здесь по нему можно... Ага. Бесконечно ходить. Он таких нереальных размеров. Хорошо. Я даже не знаю, что сказать. Меня, например, это пугает. Меня пугают возможности. Просто возможности соседа. В этом огромном доме... Так, мы где-то... А, мы перезагружались, да, поэтому камера здесь, скорее всего, вернулась на свое место. Здесь у нас, кстати, неработающий фонарик. Вот мне интересно, он сейчас будет работать? Нет, это хреновый фонарик. Он, короче, не работает. А вот этот фонарик работает. Так, в этом кубике мы были, да? Из этого кубика мы вылезали или нет? Да, сюда мы вылезали. Что у нас тут еще есть? Что у нас еще есть тут за комнатушки? Так, там газонокосилка у нас. Это что такое? Ух ты, автоматик! Вот, его мы тоже поиспользуем на нашем соседе. Мы уже это делали, но я обратил внимание на одну особенность, что сосед боится его. Вот, поэтому мы заюзаем и автоматик. Ух, ну что ж. Наверное, мы будем закругляться. А, подожди, фонарик-то возьми. Потому что, в принципе, в принципе... Ух ты ж, елки-палки, вы посмотрите, а? Вы посмотрите здесь. Дверь кривая. Здесь мы, короче, пропрыгиваем. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг сюда. И здесь берем ключик, который открывает что-то. И здесь какой-то платяной шкаф. Стяной шкаф, да? Да, причем он как бы реальный шкаф с полочками. Но он не открывается. Здесь у нас загорожена дверь какой-то хренью. Кстати говоря... Ага, вот, это шкаф. Ах ты, блин, вы посмотрите. Ну-ка, 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 провод куда идет? Провод ведь прямо в него идет. Скорее всего, этот провод... Когда мы его активируем, он откроет нам. Вот этот вот самый отодвинет шкаф. Ну-ка, давайте-ка. Вот. Сейчас эта хрень не работает. И питается он, питается он от... Ни хренаж себе, вот это да. Вот эта последовательность. Питается он от этого генератора. Здесь мы его тоже включить не можем пока. Он не работает. Ах, да ладно, генератор, то есть прямо рядом здесь. Вот-вот, рядышком, да, совсем. А сама кнопка открытия, она вообще ниже этажом, внизу. Эта штука открывается, и мы проходим вот сюда. Потому что здесь дверь, она реально... Ну, то есть ее никак не открыть. Она какую-то тяжелую хренью, которую мы поднять не можем. Мы сюда попадаем. Ах, так это шкаф. Ну, короче, она будет загорожена шкафом, да, скорее всего. Вот эту вот штуку мы отодвигаем, она открывается, мы пробираем сюда. Здесь какие-то тоже будут наполнены комнаты всем. И сверху нас будет ждать ключ. Ключ этот нужен будет для какой-нибудь другой двери. Для какой-нибудь интересненькой двери. Ну, собственно, все. Вот, посмотрели, тут забитая дверь. В принципе, ничего особенного. Особенного. Пойдемте, найдем нашего соседушку. Он, возможно... Вот он, да. Он тут стоит, нас ждет. Здорово, дружище. Как дела твои? Что? Козел, а? Вот козел. Я испугался даже. Нифига себе. А это... А это, собственно, дверь в подвал. И вот... Ага, хрен тебя. Да ладно, ну хватит меня ловить-то. Я привидение. Бу, страшно, ты должен бояться меня. Я же страшный призрак. Вот мы и нашли дверь в подвал. Короче говоря, готовится нечто большое. Я думаю, в Альфа-3 версии будет что-нибудь подобное. Что-нибудь подобное. Обязательно следите... Извините. Микрофон удолбанул. Обязательно следите за новостями. В моей группе ВКонтакте. Я там буду по Hello Neighbor постить все, что узнаю от разработчиков. Как только они какую-то информацию выкладывают, я сразу же ее к себе буду публиковать. Естественно, на русском языке. Вот. Так что будем выискивать все новиночки. Вот. Ну и до встречи в следующих сериях, где мы будем искать разные пути проникновения в подвал. Мы будем доставать соседа. Мы будем над ним издеваться всячески. Ну и, короче, еще серии две. Я думаю, мы с вами в эту версию поугараем. Нам хватит этого. Ну а сегодня мы посмотрели с вами супер-пупер секретики. Мы посмотрели с вами подвал целую версию. Мы посмотрели супер дом. Мы посмотрели подводную какую-то кусочек локации, да. Ну и все. Ну и все. Это очень круто. Так что оставайтесь с нами. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рос на канале Мидкоршоу. Игра Hello Neighbor. Обязательно ставьте лайки. Комментируйте. Вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.